так ну что друзья давайте тогда начинать давайте начинать том количестве которого у нас есть в чате я вижу нас 8 6 6 у нас вот мы уже будем соответственно адаптироваться под то количество которое будет итак у нас сегодня с вами первая часть наших с вами интересных встреч сейчас одну минуточку включу демонстрацию экрана включу демонстрацию демонстрация демонстрация оп так видно ли презентацию отлично супер так ну что ж сегодня мы с вами поговорим о такой замечательной части наш с вами планеты как северный полюс и то что его окружает а именно прекраснейшая земля которая нашей стране называется словом арктика ну и собственно говоря но произошло от греческого проекта мы с вами тоже немножко поговорим так спустилась ли демонстрация у себя увидел северный полюс отлично значит можно уже собственно двигаться дальше единственное оп 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 сейчас одна минуточка где-то на белом свете там где всегда мороз трутся спиной медведи а земную осень мимо плывут столетия северный полюс затраты северный полюс отлично Раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром, раньше на год и два, кто-то сказал кому-то главные слова. Ну что, надеюсь, музыку было слышно. Такое вот у нас маленькое с вами вступление. Надеюсь, эту песенку вы все наверняка слышали. Песенка у нас очень известная. И песенка как раз-таки про Северный полюс, про северные наши с вами прекрасные земли. И про них мы с вами сегодня поговорим. Северный полюс у нас располагается в местности, которая у нас называется Арктика. Арктика – это очень загадочный уголок, где природа у нас практически в неизменном виде сохранилась с самых-самых-самых древних времен. С самых вот просто древнейших времен, с начала буквально нашего, так сказать, существования всей нашей планеты. И там очень много секретов, которые эта земля от нас скрывает. Но мы с вами на некоторые из них сегодня попробуем найти ответ. Итак, конечно же, главным символом этой территории являются белые медведи. Огромные такие большие медведи. Они немножко больше бурых медведей, которые живут в нашей с вами средней полосе России. Также там, конечно, живут северные олени. Там очень много снега. Там очень много различных природных чудес, о которых мы, живя с вами на таком прекрасном континентальном, соответственно, на континентальной местности, естественно, мы можем только догадываться. Огромные ледники, подводные вулканы. Ну и очень-очень много природных ресурсов, конечно. И это единственный географический регион, который у нас расположен вот настолько необычно. Хотя у него, конечно, есть еще и брат Южный полюс. Но про него мы с вами поговорим уже на следующем занятии. Итак, сам по себе Северный полюс у нас располагается, как я уже сказал, в местности под названием Арктика. И это не просто северная шапка какая-то. Это не просто снег. Это огромное количество льда, который у нас располагается над океаном. Он у нас располагается над Северным ледовитым океаном. И если мы будем брать всю территорию, которая у нас охватывает данная климатическая зона, это у нас, конечно же, несколько материков Евразии, Северной Америки, несколько частей даже Атлантического и Тихого океана. И, конечно же, сам Северный ледовитый океан с островами. Также у нас некоторые границы Арктика совпадают с границами тундры. То есть у нас многие животные, которые живут там, на льдинах, будут жить и, соответственно, на северных землях, которые у нас относятся к тундре. Сам по себе континент, если можно его таким назвать, арктический, около 27 миллионов километров. Для сравнения, вся площадь Российской Федерации всего на все 17 миллионов километров в квадрате. И очень часто считалось, что нет возможности... Так, у нас еще присоединяются ребята, сейчас буду вас подключать. Что нет возможности там выжить, там очень-очень холодно. И долгое время считалось, что невозможно там существовать человеку. Ну и, кроме того, ни проходным, ни водным, ни наземным маршрутом. Но норвежский полярный исследователь Фитя Нансен также называл Арктику страной ледяного ужаса. Однако сейчас там круглый год живут полярники, которые проводят множество исследований. Поэтому сейчас с вами тоже немножко поговорим. Итак, в настоящий момент Арктика и сам Северный полюс, он становится все популярным среди исследователей, туристов. И очень много тех, кто туда у нас путешествует и проводит там достаточно большое количество времени. Конечно, в первую очередь это привлекательно. Самой территорий, на которую действительно не ступала нога человека, который, соответственно, каждый может себя почувствовать первооткрывательно. Вот по этой огромной ледяной пустыне можно идти очень-очень-очень долго и ничего-ничего совсем не найти. Хотя, на самом деле, под ногами будет очень много интересного. Итак, конечно, самая яркая черта Арктики, яркая черта Северного полюса – это снег. Снега там действительно очень много. Ну и, наверное, очень важно сказать, что снег у нас какого с вами цвета? Кто мне подскажет? Какого цвета у нас снег, ребята? Можете написать в чат, можете включить микрофоны. Снег, он белый. Он белый, совершенно верно. А когда вокруг очень-очень много белого цвета, может быть, видели когда-нибудь, если видели фотографии полярников в снегах, то очень часто можно увидеть на них темные очки. Хотя, казалось бы, зимой какие темные очки. Но снег очень хорошо отражает солнечный свет, и на самом деле от большого количества отраженного света, от белого снега, очень легко, очень сильно себе испортить зрение. Поэтому полярники и люди, которые работают у нас в Арктическом полюсе, обязательно носят затемненные очки для того, чтобы глаза не уставали от большого количества света. А света там действительно очень-очень много, и про это мы сейчас с вами тоже поговорим. Итак, если говорить о первооткрывателях, самое первое свидетельство об исследовании Северного полюса и Арктики датируется аж IV веком до н.э. Это грек из Пифеи, из Марселя, совершил плавание, собственно говоря, в страну Туле, которая, скорее всего, была расположена далеко за полярным кругом. Но на настоящий момент можно констатировать только то, что научные дрейфующие станции за четверть века прошли более 4000 км. В данном случае первые открыватели у нас еще плавали на Северный полюс. Правда, нельзя, конечно, сказать, что они его полностью открыли еще очень-очень-очень давно, в глубокой древности. Россия первая-единственная страна, которая у нас использует дрейфующие полярные станции, именно поэтому очень много знаем о Северном полюсе. Каждая станция у нас – это такая маленькая деревня, которая находится на плавающей динке. И впервые такой очень дешевый и при этом относительно интересный способ предложили в далеком-далеком 929 году исследователи, оборотающие на Арктическом и Антарктическом исследовательском институте. И благодаря существованию этих станций мы можем исследовать с вами Арктику круглый год. Вот такие вот там у нас с вами красоты. Естественно, на самом Северном полюсе у нас никаких вот таких маленьких растений не растет, хотя сам снег там достаточно толстый и под ним, естественно, небольшая растительность все-таки есть. Температура там очень-очень низкая, но жизнь там всегда есть. Все леса и, соответственно, ледяные пустыни населены у нас белыми медведями, северными оленями, песцами, зайцами, леммингами. Животные приспосабливаются к суровому климату, в первую очередь за счет толстого слоя подкожного жигра и густого меха. Также в этом месте, в достаточно большом количестве, живут птицы, куропатки, белые совы, кайры, гагарки, чайки и даже вороны. В арктических водах очень много живых существ, и про них мы с вами тоже поговорим. Там живут самые настоящие единороги. Может быть, про них кто-нибудь слышит. Итак, ну и, может быть, кто-то из вас уже интересуется животными, знает, что такое у нас цепь питания. И у нас, соответственно, более крупные животные кушают более мелких. Соответственно, вся цепь питания животных, обитающих в этой местности, у нас непосредственно связана с водой. Потому что, конечно, очень много воды, очень много льда, и в основном животные питаются теми живыми существами, которые у нас обитают в морских, соответственно, глубинах. Это у нас, конечно, рачки, рыбы, которых кушают птицы. Ну и, соответственно, тюлени, которые кормят у нас белых медведей. Белые медведи у нас кушают практически все. Они у нас практически всеядные, схожи с нашими известными нам чуть более подробно бурыми. Но в основном, конечно, у них большое количество живности, которое они добывают из моря. Простите. Слушайте, у меня кто-то раз уже глюки какие-то. Так, плохо слышно или что-то? Ребят, говорите, если что-то техническое у нас, попробуем, может быть, исправить. Можно поднять руку или включить микрофон. Ребят, плохо слышно или звук попадает? Так, не слышу, к сожалению, вопроса. У меня вот рядом еще одно устройство стоит. Я себя слышу очень хорошо. Ага, видимо, подтормаживает. Хорошо. Ну, возможно, в связи с интернетом. У вас там... Так, вижу чат, сейчас смотрю. Так, пишут, что все окей. Ребят, проверьте у себя интернет-соединение, может быть, у вас что-то. Ну, или попробуйте, если что-то мешает, подключать микрофон или видео. Я почему и сказал, это не обязательно, но в первую очередь для удобства. Ну, и также, помимо животных, которые там жили всегда, есть несколько животных, которые занесены в Красную книгу. И так получилось, что удалось их вернуть в зоны их начального обитания. Это огромные, длинношерстные, махнатые, мускусные быки, которых еще называют овцы-быками. Они одновременно похожи на быка и на овцу. В минувшие времена они жили по всей Арктике, но большинство ее районов вымерли. Но сохранились только на островах Гренландия и Шпицберген. И за тысячи километров на самолетах доставляли их в новые места обитания, где они прижились и смогли уже в большом количестве существовать. Также интересно, что на территорию Северного полюса и вообще всего Арктического шельфа у нас претендует большое количество государств, если быть точным пять. Это у нас и Канада, и Соединенные Штаты Америки, и Норвегия, и Швеция, ну и, конечно же, Россия. В основном это обусловлено интересом к большому количеству полезных ископаемых. Также есть мнение ученых, что очень много важных природных ресурсов у нас располагается под арктическим льдом, который у нас очень-очень толстый, но в то же время он может быть очень полезным для многих государств, для того, чтобы добывать там эти самые полезные ресурсы. Также через Арктику и не через сам Северный полюс, а немножко южнее него у нас проходят два кратчайших торговых пути. Это авиамост, самый короткий путь между Северной Америкой и Азией, и Северный морской путь. Это самый короткий путь между Восточной Азией и Европой. Для того, чтобы не оплывать всю карту по кругу, можно проплыть по, собственно говоря, полюсам. И именно так и поступают некоторые корабли. Правда, для этого им нужна помощь ледоколов, потому что лед в некоторых местах очень-очень толстый, и проплыть через него не получается. Ну и, конечно, давайте немножко о климате поговорим. В Арктике очень холодно. Холодное там как лето, так и зима. Но когда у нас с вами летом много-много солнца, там, ой, давайте верну слайдик, случается такая интересная природная ситуация, как полярный день. В основном большую часть солнечного света поглощает лед. И этого солнечного света оказывается недостаточно для нагревания воздуха. Средняя температура зимой минус 36 градусов, а летом примерно около нуля. Редко температура опускается ниже 40 градусов, потому что, опять же, лед и снег, поддерживая определенную температуру, в том числе, прогревают воздух. Как бы это смешно нам не показалось, но даже на таких холодных температурах воздух редко опускается температурой ниже 30 градусов. Самые минимальные температуры в Арктике достигаются только над плотными слоями льда и редко бывает ниже 50 градусов. По свидетельствам ученых, 55 миллионов лет назад в нынешнем регионе было тепло, как в тропиках, а температура воды в Северном Бладезаилето-Михеане составлялась всего лишь 18 градусов. Поэтому то, что сейчас у нас в Арктике холодно, это последствия еще не закончившегося ледникового периода и, возможно, когда-нибудь там снова станет тепло. Ну и видим с вами несколько картинок растений. Сегодня Арктика у нас, конечно, находится под большой климатической угрозой. Климат региона очень уязвим для перемен температур. И когда у нас глобальное потепление повышается всего на 2 градуса в других регионах, для Арктики это означает 5, а в некоторых местах и 10 градусов. И, конечно, это очень большая проблема для региона, потому что, естественно, снег и лед начинают таять, поднимается уровень Мирового океана, поднимается, соответственно, уровень Ледовитого океана, и некоторым животным очень трудно выживать в таких условиях, потому что они не приспособлены к таким высоким температурам. Ну и, конечно же, очень много чего изменилось за многие годы исследования этого континента. И, конечно, у нас меняется течение самого Северно-Ледовитого океана, и это оказывает влияние на многих животных и, соответственно, других живых существ, которые там проживают, в том числе и на людей. Так, ну что, давайте теперь попробуем немножко поотгадывать секреты нашей с вами Арктики, а потом вам немножко расскажу про животных. Итак, конечно, мы уже с вами сказали, что у нас на Северном полюсе очень-очень-очень красиво. Самое, наверное, удивительное – это, конечно, северное сияние. Иногда в небе загораются длинные полоски, иногда пятна, иногда в форме столбов, лучей, самых ярких красок и оттенков. Это люминесценцы верхних слоев атмосферы планеты вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра на высоте 100 километров области магнитосферы. Вот такие вот красивые полосы света, которые у нас зависают в небе, и это очень красивое явление. Будет прекрасно, если кому-нибудь из вас когда-нибудь удастся его увидеть вживую. Я один раз видел. Итак, смотрите. Как вы думаете, есть ли у нас на Северном полюсе горы? Можно включать микрофон и отвечать. Кто как думает, ребят, можно в чат написать, можно руку поднять. Ой, слетела демонстрация, ничего страшного. Сейчас верну. Итак, ребят, как вы думаете, есть ли у нас горы на Северном полюсе? Так, Лена думает, что есть. Жду до остальных ответов. Сейчас вернется демонстрация. Ребят, кто еще как думает? Кто думает, что есть, кто думает, что нет? Никита, очень плохо тебя слышим. Пропадаешь очень сильно. Я тоже вас слышу плохо. Никита, услышали, что ты сказал, а что сказал, к сожалению, не услышали. Услышали, что голосуешь, а за что голосуешь, не услышали. Ну, блин. Скажи просто, да или нет. Я там не помню, вы говорили же, ведь я там просто не услышал. Ну, на самом деле, почти вся Северная полярная область занята океаном, и поэтому гор там практически нет. Гор там нет. Там самые крупные возвышенности не выше всего нескольких метров. Их нельзя назвать горами, и поэтому крупного образования именно камней там нет. Ну, хорошо. А знаете ли вы, в честь у нас Арктика получила свое название? Даже подскажу вам, в честь одного очень-очень известного созвездия. Никита, ты тоже пропадаешь, к сожалению. Видимо, не очень хорошее интернет-соединение. Ребят, если что, пишите в чат. Так, не видно, ничего не слышно. Друзья, давайте маленькую паузу сделаем, может быть, интернет тормаживает. Я вас отлично вижу. Если плохо соединяет, попробуйте включить или выключить видео, и включить или выключить звук. Друзья, кто в чате, напишите, пожалуйста, слышно, видно. Можешь микрофон не включать? Нет. Вот сейчас Никиту было слышно очень хорошо. Ага, отлично, слышно, видно. Супер, замечательно. Ну, тогда будем потихоньку продолжать. Итак, как вы думаете, гор там нету, гор нету. Про горы уже вопрос мы с вами пробежали. Гор у нас на Северном полюсе нету, потому что там у нас большая часть территории покрыта океаном. И поэтому гор там практически нет. Есть совсем небольшие возвышенности, но поскольку горами у нас все-таки называются каменные возвышенности, то вот как раз-таки классических гор в нашем своем понимании на Северном полюсе у нас нет. Итак, хорошо. Так, давайте еще разок попробуем с вами подумать уже, в честь чего же у нас названа Арктика. Северный полюс, ну, понятно, он у нас самая северная точка земного шара, понятно, что он и так северный. А вот Арктика, в честь какого созвездия, как вы думаете, получила свое название эта замечательная территория? Очень хорошо, Никит, что хорошо слышишь. Давайте попробуем догадаться, какие вы созвездия знаете. Может быть, угадаем. Пишите в чат или включайте микрофоны. Какое самое известное созвездие вы знаете, ребят? Медведица, пишет нам Лена. А медведица какая? Уже почти догадались. Большая, правильно, совершенно верно. В честь созвездия Большая Медведица у нас названа эта территория. В переводе с греческого Арктос означает медведь. Именно в честь как раз-таки этого замечательного животного у нас и названа эта территория. И он считается ее символом и хозяином. Белый медведь, как очень интересное живое существо, нам тоже очень интересен. Он весит иногда до тонны, от 600 до 900 килограммов. Под водой может находиться до двух минут, плавает с огромной скоростью 7 километров в час и запах тюлени чувствует за 6-7 километров. Очень-очень интересные животные. Если бывали в московском зоопарке, там живет несколько замечательных белых медведей. Им в наших условиях, конечно, не очень комфортно, но они с большим удовольствием проводят большую часть времени в бассейне с водой. Итак, но раз уж мы с вами поговорили про Арктику, немножко предвосхищая наше с вами следующее занятие уже про Антарктиду, про Южный полюс. А как вы думаете, что значит слово Антарктида? Даже есть такие два сходных между собой слова Арктика и Антарктика. Вот Арктика, мы с вами уже поговорили, это северный полюс. А Антарктика, как вы думаете, что это у нас, откуда у нас появилось и что значит? Жду в чат или включайте микрофоны. Нет, маленький. Нет, это, к сожалению, не маленькая медведица, но правильно думаете. На самом деле здесь у нас все в самом слове скрыто. Анта или анти. Ант, как бы противоположное. Поэтому Антарктида, это у нас Арктика наоборот. То есть напротив Арктики, как бы с другой стороны планеты. Да, совершенно верно, Лена, не Арктика. То есть Арктика наоборот или напротив расположенная, на другом конце земного шара. Соответственно. Ну и мой любимый вопрос. Как вы думаете, охотится ли на пингвинов белый медведь? Пишите в чат да или нет. Или включайте микрофон и давайте поговорим. Если да, то прекрасно. Если нет, то почему не охотятся? Они же такие вкусные, наверное. Так, вижу нет. Никита, Лена. Лена тоже пишет нет. Так, Никита у нас с вами в чате или не в чате, не вижу. Сейчас посмотрю. Ага, ну, видимо, никого не ждем. И действительно, конечно же, он не охотится, потому что живут они на разных концах земного шара. Эти животные живут на разных полюсах. И если белый медведь у нас является символом северного полюса, то пингвин у нас является как раз-таки символом южного полюса, про который мы с вами поговорим уже на следующем нашем занятии. Ну и, конечно же, помимо медведей, там живет еще очень много животных, в том числе моржи. Моржи могут быть длиной до трех метров и весом до полутора тонн. Живут они в воде, поэтому им немножко легче, чем на суши. Хотя на сушу они тоже выбираются. Клыки или бивни у моржей? Да, Никита, нет, не охотятся. А, вижу, все в порядке. Ты у меня просто не отображался сбоку, значит, все в порядке. Если ты с нами, то пиши, пожалуйста, в чат или включай камеру. Микрофон не обязательно. С помощью этих клыков морж откапывает грунт и выбирает из него моллюсков. Отдыхать и спать морж может и в воде, и на суше. Он очень универсальное существо и очень-очень большой. Ага. Гоша, хорошо, ну, просто у тебя отмечено как Никита, поэтому я тебя и называю по именам, тем, которые у вас написаны в чате. Итак. Ну, герб аркет мы с вами рисовать пока не будем. Я вам говорил, что у нас в аркетке живут самые-самые настоящие единороги. Обратите внимание, вот такой вот прекрасный кит у нас с очень-очень-очень длинным рогом. Главная особенность этого прекрасного существа, это, конечно же, его шестиметровый, это его длинный-длинный бивень. Длинный бивень, который фактически является одним из его зубов, расположенных с одной из сторон, может сгибаться, не ломая, до 30 сантиметров в разные стороны. И, согласно последним исследованиям, он служит этому прекрасному существу, которое называется нарвал, своеобразным изменителем качества воды и температуры. На нем очень много нервных окончаний, которые позволяют ему этим зубам как бы чувствовать. Ну и, конечно же, он может быть использован как такое оружие для того, чтобы показывать, какой у нас большой, но красивый, ну, для того, чтобы показывать другим таким же нарвалам, кто из них больше, красивее и сильнее. Ну и называются у нас такие киты нарвалы. И их действительно легко называть единорогами, потому что у них один такой длинный-длинный рог, он у них есть. И иногда, когда исследователи привозили из разных земель рога, так вот за единорогов обычно у нас принимали или носорогов, которые жили в Африке, или как раз-таки нарвалов, которые у нас живут совсем не в Африке, а наоборот даже в самых-самых холодных климатах. В картиночке видно, вот такие вот у нас необычные киты живут в Арктике. Ну и, конечно же, очень много у нас есть у побережья Чукотки, на одном из островов Северно-Ледовитого океана, огромная колония белых медведей, также там около 40 видов птиц. Этот остров у нас называется остров Врангеля. Я не буду вас сейчас просить угадывать, но на острове Врангеля у нас огромное количество птиц, хотя, казалось бы, расположено за полярным кругом. То есть там очень холодно, но живых существ очень-очень много. Ну и также Северный Ледовитый океан у нас омывает берега России и омывает его большим-большим количеством морей. Если быть точным, то всего 10 морей у нас омывают берега России со стороны Северного Ледовитого океана. Ну и, конечно же, разные птицы, например, вот такие прекрасные тупики, прекрасно летают и прекрасно ныряют, порой на глубину до 60 метров. Под водой могут находиться до 3 минут, и когда тупик низко пролетает, как бы стелется над поверхностью воды, словно спортсмен, с одной стороны на другую, припечет крыльями, неустанно помогая себе ногами. Такая вот летучая, крылатая птица-рыба. Вроде бы и плавает, и летает, еще и бегать имеет. Самое-самое универсальное существо, наверное. Ну, кроме человека, конечно. Ну и, конечно же, в разгар зимы императорские пингвины, правда, на другом полюсе, у нас выводят своих птенцов, несмотря на очень-очень большой холод, но, тем не менее, висиживают птенцов, устраивают гнезда и, соответственно, увеличивают свою популяцию. Ну и вот этот вопрос, наверное, вы сможете ответить. Почему места скопления птиц называют птичьими базарами? Как вы думаете? Почему именно птичьи базары? Так, вижу чат. Лена пишет из-за шума. У кого еще какие мысли есть на этот счет? Много рыбы. Так, еще какие интересности? Кто что думает? Не стесняемся, ребят, включаемся. Опять демонстрация пропала, ничего страшного. Сейчас вернемся. Ну, действительно, базарами эти места у нас называют из-за очень-очень шумного и громкого расположения там птичек, ресурсов построить гнездо. Да, действительно, ресурсов там тоже много, и рыбы там тоже много, но вот именно из-за шума. Похоже, как будто бабушки или тетушки или кто-нибудь на базаре громко-громко разговаривает, пытается о чем-то договориться. Вот так же и птицы между собой шумят, галдят, кричат. Ну и, конечно, одной из самых известных птиц Северного полюса у нас являются поморники. Они живут в основном тем, что грабят гнездо других птиц, таская птенцов, отнимают добычу у чаек. Вот такие вот у нас северные хулиганы. Еще у нас есть там тюлени, как мы уже с вами говорили. И вот один из видов тюлени, обитающих в Северной Людовидном океане, называют морским зайцем. Как вы думаете, почему? Почему морским зайцем его называют? Так, вижу чат. Вижу знак вопроса, ответов не вижу. Почему морским зайцем называют у нас один из видов тюленей, как вы думаете? Выныривают из воды. Так, хорошо. Еще какие есть мысли? Так, ну хорошо. Больше ответов пока не вижу. Ну, на самом деле верный ответ, потому что они очень-очень-очень пугливые. Они у нас очень пугливые, и из-за этого их и называют морскими зайцами. Так, зависла у меня презентация, видимо. Сейчас попробую. А, нет, вот вроде все в порядке. Да. За то, что они очень-очень пугливые. Ну, и также у нас живет современник мамонта, доживший до наших дней в самых диких местах Северной Америки и Гринландии. Я уже говорил, это овцы-бык. Ну, и, конечно, самым, наверное, ярким моментом у нас является то, что весь прекрасный наш арктический континент – это в основном пустыня. И пустыня не только та, которая у нас с барханами и песком в южных регионах, но и пустыни, конечно же, снежной арктической. Например, арктическая пустыня у нас также встречается на острове Врангеля, на Таймыре. И большое количество территорий покрыто у нас ледниками и в основном пом. То есть, смотрите, вот даже на этой фотографии стоит человек, и ничего выше его колена не растет. То есть, в основном это мох и какие-нибудь маленькие-маленькие лишайники. Ну, вот такие вот очень яркие и красивые. Так, ну что, друзья. Основные животные и растения мы с вами поговорили. И буквально еще нескольких фотографий вам попажу. Вот такой вот красивый живет морской слон. Самый крупный вид плостоногих. Масса самцов достигает 3,5 тонн. Легко отличить его от мальчиков, от девочек. По вздутию на голове, похожему на короткий хобот, из-за которого он получил и свое название как раз-таки слон. Ну и, конечно же, у нас в большом количестве живут там киты. Ну и на северном полюсе у нас, куда не пойдешь, везде пойдешь на юг. Соответственно, на южном полюсе, куда не пойдешь, везде будет север. Так, ну что, друзья. На этом мы с вами основную часть с вами заканчиваем. Но есть еще несколько вопросиков. Вот мы с вами уже немножко говорили о первооткрывателях. Вот первооткрывателем Арктии у нас считается Грек Пифей из Масалии. Но также очень многие исследователи в свое время говорили, что они добирались до Северного полюса, но большого количества подтверждений не было. Поэтому по официальной версии считают Грека Пифей из Масалии первооткрывателем. Ну а, соответственно, первыми исследователями у нас уже были советские ученые, советские исследователи, советские полярники. А это было у нас в 909 году. Так, ну что, друзья. Если какие-то вопросы у вас есть, задавайте, не стесняйтесь. Давайте вместе что-нибудь еще узнаем. Не понимаю, не работает. Вроде бы работает. Ну что, друзья, какие вопросы есть про Северный полюс? Или, может быть, что-нибудь еще не рассказал. Ну что, друзья, если вопросов нет, тогда будем потихонечку завершать. Ну что, друзья, две-три минутки. Вопросы какие-нибудь есть у нас? Нет у нас, наверное, вопросов. Так, ну что. Если вопросов нет, давайте еще одну минутку повешу с вами в эфире, если вдруг кто-то что-то в чат напишет. Пожалуйста, Лена, пожалуйста. Так, ну что, друзья, тогда мы с вами, наверное, прощаемся до среды. В среду будем говорить с вами про Южный полюс, про Антарктиду. Там у нас не океан, а полноценный континент. И даже немножко поговорим о тех, кто там живет и считается гражданином этого замечательного континента. Так, ну что, тогда на этом мы с вами сегодняшнее занятие на нашем сайте заканчиваем. Я останавливаю запись. Желаю вам всем приятного дня. В Арктике не растут деревья, потому что там очень холодно, и они не могут прорасти корнями в промерзшую землю. Поэтому деревьев там не растет. Ну и недостаточно у них, как ни странно, воды для того, чтобы поддерживать большой объем как раз-таки непосредственно растения. То есть лишайникам много воды не нужно, и они, хотя и прорастают достаточно глубоко, но воду они добывают в основном, естественно, из земли, и на самом снегу ничего у нас не растет, растут они все, естественно, в земле. А вот дерево, покрытое снегом, все равно промерзает. То есть промерзшая древесина, естественно, не может долго существовать. А вот лишайнику вполне себе нулевая температура комфортно, и он, покрытый шапкой снега, может абсолютно неплохо себя чувствовать. Надеюсь, что ответил. Еще какие-нибудь вопросы, ребят, спрашивайте, не стесняйтесь. Ну и еще, конечно, важно упомянуть про полярную ночь, полярный день. Ровно по полгода у нас очень-очень темно и очень-очень светло на Северном полюсе. Так, ну что, ребят, надеюсь, было интересно. Тогда на сегодня мы с вами занятия наши завершаем. Вам приятного дня, хорошего настроения и до встречи в среду. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин